МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его очень ждали в микрорайоне по улице Лебедева. Здесь живет немало молодых семей. Открытие садика решило целый ряд социальных проблем. Воспитатели, которые в этом детском саду работают уже не первый год, говорят, после проведенного ремонта здания не узнать. Новая мебель, полы, окна заменены, ветхие коммуникации. Работы начались в сентябре прошлого года. На реконструкцию затрачено более 30 миллионов рублей. За ходом строительства по поручению главы Республики был особый контроль. Все было сделано в срок. Теперь внутри тепло, уютно и просторно. Вы убеждаетесь в том, что все поставленные задачи президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в республике у нас выполняются эффективно и есть соответствующие результаты. Я недавно говорил об этом в своем послании. Только в городе Чебоксара за последние три года мы создали дополнительно 10 тысяч мест для наших дорогих детей. Эта мечта была родителей. И эта мечта претворяется в реальные наши дела. И будем создавать такие благоприятные условия, чтобы наши дети могли развиваться всесторонне. От этого социальное самочувствие и родителей, и воспитателей детских садов, конечно, только улучшается. Реконструкция детскому садику и действительно была необходима. Раньше его могли посещать только 160 ребят, и многим родителям приходилось возить своих чад в другой конец города. После капитального ремонта садик одновременно может принять сразу 350 детей от полутора и до семи лет. Садик мне вообще очень нравился. Я сомневалась, думаю, отдавать, не отдавать ребенка, потому что нам только год и четыре. Мне позвонили, и я очень удивилась. Сюда пришла, и вообще мне очень понравилось. Вообще такой светлый садик. Очень вообще такой отремонтированный, все новое. И с таким теплом и любовью встречает маленьких детишек. Сомнений не осталось. Идем. Пытела бы благодарить вообще всех, кто принял участие в этом проекте. Михаилу Игнатьеву, который уделяет внимание строительству детских садов и ликвидации очередей в детских садах. И вообще спасибо за такой красивый и чудесный садик. Будем ходить с удовольствием. Для наших воспитанников созданы все условия для их воспитания и развития. Много игрушек, оборудования, пособий. Все для того, чтобы детки выросли умненькими. Глава Чувашской республики Игнатьев Михаил Васильевич ставит одну из приоритетных задач строительства и реконструкции детских садов. Что это значит? Это значит, что примерно через 10-15 лет выходцы из современных детских садов будут достойные граждане нашей республики и нашей страны. В ходе ремонта строители использовали современные технологии, отвечающие всем стандартам экологии и безопасности. Открылись кабинеты логопета и психолога. Пищеблок, музыкальные и физкультурные залы оборудованы с иголочки. В одном из залов небольшой городок с автомобилями, дорожной разметкой и светофорами. Здесь детей обучают правилам безопасности поведения на дорогах. А в этом кабинете оборудовали интерактивный комплекс. Сегодня для ребят устроили необычный мастер-класс. Они учились создавать картины на песке. Будем рисовать. Давай, пистеночка, пальчиком, да? Вместе с тобой. Вот какой пальчик, маленький пальчик такой. Вот, цвет изменился, все, теперь уже видно. В каждом коллективе есть талантливые педагоги, которые работают по инновационным образовательным технологиям. В прошлом году два городских садика вошли в список 100 лучших по стране. Очереди в детские сады в республике сокращаются стремительно. По этим показателям Чувашия занимает четвертое место в стране. Только в прошлом году в республике было открыто 15 садиков. Программа будет продолжена и дальше. Но счастливым новоселам предложили подумать над названием вновь открытого детского сада. Один из вариантов уже есть. Умка. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Вчера вся страна праздновала День российского студенчества. Поздравить молодежь с праздником, обсудить насущные проблемы и посетить студенческое общежитие приехала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Размер оплаты за место в студенческом общежитии обсуждается постоянно. Еще в прошлую сессию депутаты Госдумы задумались, как защитить студентов и их родителей от необоснованного повышения платы. С 1 сентября этого года закон, устанавливающий максимальный размер платы за место в студенческих общежитиях, вступил в силу. Сейчас формируется оплата следующим образом. Это номинал соцнайм, конкретно за квадратный метр, умноженный на количество квадратных метров, как правило, на 6 и плюс жилищно-коммунальные услуги. Соответственно, вот такая оплата, которая формируется объективно, прозрачно. И, естественно, самое главное, что еще и счетчики должны быть устроены в общежитиях, поэтому все должны понимать, что студенты платят ровно за то, за что должны платить, больше ни за что. Ну, понятно, что у нас бесплатного света, электроэнергии не бывает, поэтому каждый за это платит. Общежитие должно быть таким, чтобы студент мог себя в нем чувствовать как дома. К признанию самих студентов, это общаги, как в популярном молодежном сериале. Таких в России пока единицы. Однако и сейчас есть вузы, студенты которых гордятся своими общежитиями. Сегодня мы говорили о том, что уже было сделано. Это все-таки рабочая группа, которая существовала для того, чтобы урегулировать проблемы, которые у нас все-таки в различных общежитиях, государственных вузах иногда бывают. Поэтому это в том числе и оплата, это комфорт, быт и прочее. Вот те вопросы, с которыми сталкиваются студенты. Второе, это, конечно, мы вспомнили проект «Единой России 500 бассейнов». Мы уже поставили в очередь совместными усилиями в ЧГУ бассейн. По плану должен быть возведен в 2016 году. Алена Аршинова заметила, что даже в сложных экономических условиях программы улучшения условий жизни в студенческих общежитиях будут прорабатываться. И, возможно, удастся найти средства на реконструкцию и строительство общежитий. Как управлять финансами и сокращать издержки производства в период экономической напряженности? Найти ответы на эти и другие вопросы должны участники рабочей группы, созданной по указу главы Чувашии. В ее состав войдут руководители министерств и ведомств предприятий и организаций республики. Кроме задач, стоящих перед рабочей группой, на еженедельном совещании в Доме правительства обсудили и другие вопросы. Негативные тенденции мировой экономики не могли не коснуться России. Как отметил на прошлой неделе в Давосе первый вице-премьер Игорь Шувалов, наша экономическая ситуация нехорошая. Она может ухудшаться, может остаться такой, может получиться, как в 2009 году, что цены на наши основные экспортные товары начнут расти, и будет казаться, что с экономикой все неплохо. Конец цитаты. Наряду с экономическими факторами нельзя сбрасывать со счетов политические. К примеру, агентство МУДИС понизило рейтинг России и ряды регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Чувашия тоже оказалась в списке наряду с Хантамансийским округом, Татарстаном и Башкортостаном. Этот вопрос активно обсуждали участники сообщества финансистов, которые собирались в Чебоксарах в пятницу. Центробанк принял решение в целях регулирования применения банком и инструментов рейтинга, которые присвоены до 1 марта 2014 года. Самый главный индикатор экономического положения – цены на продовольственные товары. Минэкономразвития и Минсельхоз Чувашия постоянно мониторят целый ряд продуктов в разных торговых точках. На прошлой неделе в центре внимания была капуста, подорожавшая у нас чуть ли не в два раза. Сейчас ситуация выравнивается. Зафиксировано снижение цен на 4 пункта. Владимир Аврелькин также отметил, что молоко в рознице подешевело, вслед за снижением закупочных цен на сырье. Несмотря на рост цен на некоторые продукты питания, в ассортименте магазинов по-прежнему остаются аналогичные товары по недорогим ценам. В 2014 году мы завершили с индексом инфляции 10,9%. Это седьмое место в Приволжском федеральном округе. У нас значительно ниже, чем по-российски сложился индекс потребительских цен. В Чебоксарах и других муниципалитетах проводятся ярмарки «Покупать дешевле». Они пользуются большим спросом. Глава республики напомнил, информация о том, где можно купить продукты по низким ценам, должна быть в распоряжении жителей республики постоянно. Михаил Игнатьев также поручил Минобразование и Минздравсоцразвитие контролировать цены на питание в подведомственных учреждениях. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Одно из возможных последствий экономической напряженности – сокращение сотрудников и рост безработицы. Сегодня о массовых увольнениях в Чувашии речь не идет. Однако ситуацию на рынке труда власти контролируют постоянно. Мероприятие по занятости населения и прогнозируемой тенденции председатель правительства Иван Маторин обсудил с руководителями муниципалитетов в режиме видеоконференции. В текущем году более 450 миллионов рублей планируется направить на реализацию мероприятий государственной программы Чувашии «Содействие занятости населения». Так, в прошлом году 86% граждан, обратившихся за помощью, были трудоустроены. Также работы обеспечили почти 950 инвалидов. Сейчас ситуация на рынке труда в республике стабильная. На 4356 зарегистрированных безработных приходится более 14 тысяч вакансий. В режиме неполной занятости трудятся более 3,5 тысяч работников. На видеоконференции также обсудили вопросы обращения с отходами на территории муниципальных образований. Проблемным вопросом остается образование несанкционированных свалок. Не везде в надлежащем состоянии содержатся и существующие места складирования ТБО. Социальное самочувствие села формируется по разным параметрам. Это и развитая инфраструктура, и обеспеченность жильем, школами, детскими учреждениями и качественные медицинские услуги. В Красночитайском районе следить за здоровьем населения помогают 4 фельдшерско-акушерских пункта. Еще 2 должны построить к концу текущего года. Детей в районе стало рождаться больше, продолжительность жизни на селе увеличилась, констатирует глава администрации Красночитайского района Александр Башкиров. Конечно, во многом это связано с улучшением оказания медицинских услуг. При помощи правительства Чувашской республики и Министерства здравоохранения Чувашской республики наш ремонт получил около 35 миллионов рублей, и мы сумели полностью отремонтировать нашу центральную районную больницу. Это видит наше население, этому рады все, тем более те пациенты, которые приходят на профилактику в районную больницу. Вот, довольны и медицинские коллективы, медицинские работники, потому что условия работы полностью поменялись, новые оборудования получили. По программе модернизации учреждений здравоохранения здесь полностью удалось отремонтировать Красночитайскую центральную районную больницу. Реанимационный блок, хирургию и терапевтическое отделение просто не узнать. Теперь, кроме нового оборудования, муниципалитет может похвастаться и молодым медицинским персоналом. Благодаря программе «Земский доктор» в район прибыло 15 молодых специалистов. Закупили медицинское оборудование в районе, в течение трех лет уже пользуемся эндоскопической стойкой. За три года провели 150 операций на эндоскопической стойке. И в больнице стало уютнее работать, и что сказывается на удовлетворенности пациентов и медицинского персонала. В этом году запланирован ремонт инфекционного корпуса больницы. К тому же он обслуживает население не только Красночитайского, но и Шумерлинского района. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика. О потребностях Республики в чистой воде говорили сегодня на совещании у председателя кабинета министров Чувашии. В ряде районов Республики до сих пор не решены вопросы водоснабжения и водоотведения. Республика активно участвовала в федеральной программе «Чистая вода». За счет нее началось строительство различных очистных и водозаборных сооружений в Батыревском, Шамуршинском, Комсомольском, других районах поселки Вурнар и Цивильске Алатре. Тогда, несколько лет назад, казалось, главное – построить. В рамках реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на территории Республики реализовались мероприятия по осуществлению пяти объектов на общую стоимость порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Естественно, основную финансовую нагрузку мы здесь видим из федерального бюджета. На сегодняшний день практически все объекты завершены. Но готовые объекты надо как-то эксплуатировать, поддерживать в рабочем состоянии. Тут-то выяснилось, что при проектировании так нужных районам сооружений этого не учли. Теперь встает вопрос эксплуатации, вопрос соответствующих тарифов, обосновывающих в том числе. И, естественно, с Новым годом объектов в эксплуатацию увеличивается рост затрат. Так же, как отметил вам Борисович, это прежде всего и на эргоресурсы, и на преоборотение химических реагентов. Кроме того, плохо была просчитана загруженность объектов, поэтому до проектной мощности многие не дотягивают. Все это напрямую сказывается на тарифах. Они намного выше, чем, к примеру, в столице. Проблема есть и с качеством воды. Сейчас правительство республики ищет дополнительные источники финансирования, чтобы программа дала реальный результат. Возможно, средства заложат в программы по развитию моногородов. И здесь важно не наступить на те же грабли, предупредил председатель Кабинета министров. Прошу, прежде чем торговывать объекты, начинать расходовать средства, чтобы не было такой же ситуации, как Павла-Тавида. Построены очистные сооружения, наверное, замечательные. Но когда, мне говорят, что они загружены менее чем на четверть, на 25%, возникает вопрос, с какой целью, допустим, такие масштабные очистные сооружения возводились. Прорабатываются и другие пути решения этой проблемы. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Высокие-высокие отношения. Так можно охарактеризовать ситуацию с 14 чебоксарскими многоквартирными домами, которые никак не могут поделить между собой управляющие компании. Домом по бульвару юности вообще управляют сразу три организации – УК и два ТСЖ. Однако жильцам все-таки придется сделать выбор. Дом на бульваре юности строился в 90-е годы прошлого века. Сначала два подъезда, потом еще четыре. В результате образовалось несколько ТСЖ. В то веселое время и не такое было возможно. Сейчас шесть подъездов одного дома обслуживают. Одна управляющая компания и два товарищества собственников жилья, расчертив двор на зоны влияния и очистки. Но если тротуары и песочницы как-то можно поделить, то с коммуникациями все сложнее. Шестой подъезд, как я вам объяснила, они полностью зависят от нас. Вот у меня, допустим, на сегодняшний день система водоснабжения в третьем подъезде, нужно ее полностью менять, так как она поставлена из черных газовых шовных труб. Черные газовые шовные трубы, все, они у меня уже за, считайте, 18 лет, они уже дышат наладом. А опять-таки я ТСЖ предлагаю, а он говорит, а я не буду менять. В моем подъезде все нормально, но это в твоем подъезде. Но ты-то получаешь все это от нас. А если будет собственник один в доме, значит и совершенно и разговоры другие будут. Жильцы всех шести подъездов ситуации не особенно озабочены. Хоть три, хоть одна обслуживающая организация, лишь бы было чисто. С их точки зрения все в порядке. Контейнеров для мусора достаточно, песок в песочнице привозят сразу три машины. Но с точки зрения жилищного кодекса такой бригадный подряд недопустим. Хотя бы потому, что собственники квартир не могут полноценно управлять домом. Квартирный дом в соответствии с требованиями жилищного законодательства должен управляться только одной управляющей организацией. Независимо, или это управляющая организация, управляющая компания, или это товарища собственников жилья. Первое, что очень самое важное, то что все решения, которые принимаются в таких домах, они практически нелегитимны. То есть для принятия решения у этих собственников отсутствует кворум. Так как для любого принятия решения нужно практическое голосование, чтобы при голосовании собственники участвовали более половины. Кроме дома на бульваре юности, в Чебоксарах еще 13 многоквартирных домов, которые по разным причинам управляются не одной, а двумя организациями. В ближайшее время всем жителям придется сделать выбор. Если этого не произойдет, придется подключаться к городской администрации и выставлять дома на открытый конкурс. Срок добровольного погашения административных штрафов увеличен в два раза с 30 до 60 дней. А должников все равно достаточно. Судебные приставы Чувашии активно борются с уклоняющимися от уплаты. Одним из видов наказания за подобное правонарушение по российскому законодательству – выполнение обязательных работ. В настоящее время в Чебоксарах отрабатывают наказание подобным образом 7 человек. Работы проходят на территории городского парка 500-летия. Один из должников не уплатил административный штраф ОВД в размере 600 рублей. Средств для уплаты у гражданина нет, поэтому в суде ему назначили наказание в виде общественных работ сроком на 20 часов. Однако следует учитывать, что выполнение постановления суда не освобождают от уплаты штрафа. За прошлый год в Чувашии к общественным работам было привлечено около 1600 граждан. Лидерами стали жители Цивильского района. МВД по Чувашии подвели итоги акции «Студенческий десант». За 4 дня студенты столичных вузов республики посетили различные подразделения министерства, побывали в рейдах и участвовали в охране общественного порядка. Для некоторых эти встречи оказались знаковыми. Несколько молодых людей после окончания вузов решили поступать на службу в органы внутренних дел. Студент ЧГПО Александр Буровой, к примеру, заинтересовался профессией кинолога. Здесь есть работа для тех, кто больше всего на свете любит поесть и поиграть. Именно эти два стимула позволяют выдрессировать хорошую служебную собаку. Она должна беспрекословно слушаться своего хозяина, поэтому кинолог начинает заниматься с ней с самого раннего возраста. А брать на дело собаку своего коллеги не принято. Кому-то интересно ему, чтобы собака была спокойная, чтобы не резвилась, не прыгала чересчур. А кому-то, наоборот, не нужна такая собака, чтобы она была игривая, бегала с ним. Очень такая шустрая, чтобы собака была. Вот поэтому, например, мне нравится шустрый, я не люблю, когда собаки медленно идут и спят. Вот поэтому я себе выбрал бельгийскую овчарку. Буян по долгу своей службы занимается розыскными работами. Ему, кроме превосходного нюха, нужно иметь быструю реакцию. А вот другим четвероногим коллегам, которые ищут наркотики и взрывчатые вещества, напротив, важна вдумчивость и осторожность. Все, как у людей. Мне понравится, мне сами собаки очень нравятся, я очень их люблю. Деревня собака есть, я с ней постоянно играю. Вот уже так же, как она бегала, как сейчас собака, и у меня так рано, так же развиться. Я очень люблю собак, меня даже заинтересовало сейчас вот это все. Так у студенческой акции появилось реальное продолжение. Кроме Александра, еще несколько студентов решили связать свою будущую работу с правоохранительными органами. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Прогуливаясь по родному городу или селу, задумываясь сливы над тем, кто был автором проекта того или иного здания. Если не так часто, то самое время познакомиться с творчеством Альфреда Ибрагимова. В проектном институте «Чуваш-граждан-проект» в честь 55-летия архитекторы собрали юбилейную выставку работ. Талант и мастерство заслуженного архитектора Чувашской республики Альфреда Ибрагимова широко известны и ценятся в архитектурной среде не только нашей республики, но и за ее пределами. Окончив Казанский инженерно-строительный институт по специальности архитектура, Альфред Лукманович по распределению приехал в столицу Чувашии. На выставке собраны самые разные проекты – мечети, здания судов и банков, поликлиник, дворцы культуры, административные здания и группы жилых домов. В моей работе нравится, я бы сказал, самый первый начальный этап, когда условно говорим «чистый лист бумаги», условно опять в руках карандаш, и в голове какие-то возникают образы, идеи. Конечно, для этого должна быть поставлена задача. Вот это самый для меня лично интересный момент, самое начало, когда что-то там начинаешь думать, мыслить, соображать. Архитекторы создают среду, в которой человек проживает, ходит ежедневно по улицам. То есть, насколько эта среда комфортная, насколько она не агрессивная – вот главный критерий, который, наверное, существует в нашей работе. Особо значимым среди проектов для архитектора считается реконструкция зданий Национальной библиотеки Верховного суда Чувашской республики. Работа не стоит на месте. Недавно он закончил проект реконструкции поликлиники по проспекту Ленина. Его здания одни из самых привлекательных, красивых, удобных и находятся в довольно-таки очень организованных пространствах. Это талант Альфреда Ибрагимова. Мы хотели бы такие выставки иметь традиционными и постоянными. Альфред Кукманович награжден почетными грамотами Министроя России и Чувашии, медалью Союза архитекторов России. Коллеги уверены – награды еще будут, ведь в работе у Ибрагимова множество разных проектов. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. Спорт и искусство в одном движении. Так кратко можно охарактеризовать один из самых молодых видов спорта – фитнес-аэробику. С каждым годом она набирает все большую популярность. В нашей республике уже восьмой год проводится региональный чемпионат и первенство по этому зрелищному виду спорта. Около 500 участников соревнований из городов и районов Чувашии собрались в Чебоксарах. В рамках чемпионата здесь проводятся спартакиады среди школьников по дисциплинам аэробика, степ и хип-хоп. Яркие выступления спортсменов уже знакомы горожанам по многочисленным флешмобам во время зарядки со звездой. С точки зрения дальнейших подходов мы со стороны органов власти в нашей государственной приоритетной политике все сделаем для того, чтобы наши вот эти молодые девушки и юноши заняли достойное место. Я абсолютно уверен, хочу даже это подчеркнуть, кто-то из них станет олимпийским чемпионом, кто-то призером, кто-то чемпионом. Самыми младшими участниками соревнований стали малыши детских садов. Для них в декабре состоялся отборочный тур фестиваля «Олимпийские надежды». Но для большинства сцена дворца самбо стала первой. Мне нравится, потому что тут очень много людей и потому что мы боремся за победу. Вы решили именно этим направлением заниматься? Потому что это хорошо и дает здоровье. За кулисами драйва не меньше, чем на сцене. Кто-то оттачивает движение, кто-то растягивается, а кто-то выплескивает бурлящую внутри энергию в зажигательном танце. Мы уверены, что займем, допустим, первое место. Мы очень упорно готовились. Мы очень стараться будем, будем эмоции показывать. Мы будем стремиться к первому месту. У нас очень сильные конкуренты есть, тем более в старшей категории. Наши конкуренты, по-моему, выступали уже в таких российских соревнованиях, в российском уровне и занимали места. А мы пытаемся на их уровне тоже расти. Фитнес-аэробика сегодня активно развивается не только в городах Чувашии, но и в сельской местности. В спортивных школах республики открыты четыре отделения по данному направлению, где занимается 362 спортсмена. Работают семь тренеров-преподавателей. Мы тренируемся в спортивном комплексе. У нас снова он. Шесть лет уже как сделали. У нас зал хороший, отличный. Пол, станки. Все есть зеркала. Большие, огромные. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Такой была информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова